Избрание Божьего Избрание Божьего Израиля вот-вот исчезнет. Четвертое. Этого не происходит, потому что Господь всегда сохраняет в своем народе остаток тех, кто рано или поздно будет верен Ему. Так было во времена Илии, так было во времена Вавилонского изгнания, и так было тогда, когда Израиль в массе своей отверг мессию Иешуа, и в него уверовало лишь меньшинство. И последнее, на чем мы остановились. Остаток, который Господь хранит в народе, избран им. То есть, если из всех народов избранник Божий – это Израиль, то из всего Израиля избранник Божий – это остаток. Это Израиль внутри Израиля. И, как мы сказали в прошлый раз, идея о том, что остаток Израиля не просто сохранен, но избран Богом, появляется в послании Шауля Римской общине. Он говорит, что остаток сохранился по избранию благодати. И сегодня я хотел бы более подробно поговорить об этом избранном остатке. Шауль прибегает к этому понятию, пытаясь ответить на вопрос о том, почему Израиль в целом, как народ, отверг мессию Иешуа, и есть ли у него теперь какое-то будущее. Ситуация очень странная. Ведь мессия обещан Израилю. И она осложняется еще больше тем, что язычники-то этого самого обещанного Израилю мессию принимают. Уж не значит ли это, что Бог отверг Израиль и вместо него принял себе язычников? Мысль для еврейского сознания убийственно-крамольная. Разрешение этой проблемы Шауль называет ни много ни мало тайной. Он употребляет это слово «mysterion», которое в римлянах встречается лишь дважды, но в посланиях к общинам Коринфа, Эфеса и Колосса намного чаще и в самых разных контекстах. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей», — говорит он о спасении Израиля. Тайна — это то, что от нашего естественного человеческого разума сокрыто. Это мысли Бога человеку недоступны, кроме как путем сверхъестественного действия Божьего, которое называется откровением. То есть в этом действии Господь как бы приоткрывает занавес, и нашему взору открывается то, что мы сами никогда в жизни не смогли бы себе представить ни на секунду. То есть нечто невообразимое. Однако теперь, благодаря Мессии, эти вещи доступны нам, верующим в Него. Итак, в чем же заключается тайна Израиля? Шауль начинает с того, что в 9 главе делает очень сильное заявление. «Не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». И тут возникает вопрос. Как же так? Ведь это звучит совершенно абсурдно. Ну, вдумайтесь, если я, к примеру, отец четверых детей, то как можно сказать, что не все дети мои? Что за странная игра в слова? Если я их отец, то они мои дети. Если их отец другой человек, то они его дети. Потому что дети, по общепринятому определению, это те, кто от семени и яйцеклетки. Понятие детей может быть, в принципе, расширено через усыновление или удочерение. Но оно не может быть сужено. Зачало ребенка — все. Ты отец этого ребенка навсегда, независимо ни от каких дальнейших событий. То есть необратимо. Таким образом, вдруг получается, что не все дети Авраама, которые от семени его. Шауль поясняет, что он имеет в виду, предлагая оригинальное толкование нескольких отрывков из Торы. Начинает он у самых истоков, то есть с Авраама, которому было сказано «В Исаке наречется тебе семя». Это слово Господа к Аврааму, который на тот момент не хочет отсылать в пустыню своего сына Ишмаэля, Измаила, вместе с его матерью, египтянкой Агарь, рабыней Сары. Господь велит Аврааму, во-первых, сделать такую вещь, по нашим понятиям, очень странную, чтобы не сказать жестокую. А во-вторых, еще и велит не огорчаться по поводу того, что он больше никогда не увидит единственного и долгожданного сына и наследника. Семя тебе будет названо в Исхаке. Что это значит? Кем названо? Раз Мишмейль не является таким же семенем Авраама, как и его младший брат Исхак? Генетически, да. Однако, Тора говорит, что в этой истории есть не только гены, но что-то еще. В 17 главе Бытия Господь обещает свое благословение Ишмаэлю, потому что он сын Авраама. Однако, дальше говорит, но завет мой поставлю с Исаком, которого родит тебе Сара в это самое время на другой год. Шауль истолковывает вот это следующим образом. То есть, говорит он, не плотские дети, в суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково. В это же время приду, говорит Господь Аврааму, и у Сары будет сын. То есть, при всем уважении к генам Авраама, благодаря которым Исшмаэль наследует определенное благословение, Господь придает несравненно большее значение исполнению своего собственного обещания, или решение, или выбора, или своей воли, можно называть как угодно. В отличие от Исшмаэля, Исхак тот самый сын, которого сам Господь обещал, то есть, решил дать, то есть, выбрал Аврааму. И поэтому именно его Господь и называет сыном Авраама в самом полном смысле этого слова. Не только имеющим гены Авраама, но и наследником самой большой его ценности, то есть, завета с Богом. Шауль видит действие того же самого принципа и в следующем поколении праотцев, предпочтение, которое Господь оказывает младшему сыну Исхака перед старшим. В отличие от сыновей Авраама, как Исав, так и Яков были родные братья как по отцу, так и по матери. И по логике преимущественное право наследования было за старшим, за Исавом. Однако Господь и в этом случае сделал свой собственный выбор, отличный от того, что было бы по-человечески естественно. Благословение первенца и завет перешли от Исхака к Якову, к младшему из двух близнецов. И вот на этих примерах Шауль показывает, что избрание Господом тех, кто будет в завете с ним, началось не с Исаии, который пророчествовал, что если бы Господь не сохранил остаток, то Израилю подобился бы Содому и Гаморе. И даже не при Иле, которому было сказано, что кроме него в Израиле есть еще 7 тысяч человек, не преклонивших колено перед валом, иначе говоря, верных Господу. А гораздо раньше, аж с самих праотцев. То есть принцип избрания Господом себе, своих, был заложен, если так можно сказать, в духовную динамику Израиля с самого ее начала. И потому не диво, что и сегодня не все физические потомки Якова следуют по пути веры, а лишь те, которых избрал Господь. Но почему Господь избрал одних и, как бы это сказать, не избрал других? Если вы смотрели эту серию программ с самого начала, возможно, вы обратили внимание, что сейчас мы вернулись к тому же вопросу, с которого начали только на другом уровне. Изначально мы задавали этот вопрос относительно народа Израиля. И сейчас мы его задаем относительно остатка Израиля. Говоря об избранности Израиля, нам удалось обойти пару острых углов. Однако сейчас это уже не удастся. Но в самом деле, почему Господь избрал Иакова, а не Исава? На каком основании? Ведь Шауль сам заостряет этот момент, говоря об этих близнецах Ривки, то есть Ривеки. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы избрание Божье, дабы, простите, изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Это очень трудные стихи. Во-первых, как понять это признание Господа в лицеприятии? Да еще в таких откровенных выражениях, как вот этого возлюбил, а того, ну ладно бы еще не возлюбил, или возлюбил меньше. Так тут ведь просто написано откровенное возненавидел. Его нужно толковать так же, как мы толкуем призыв Хешуа, возненавидеть отца и мать. Я говорю о следующем его высказывании. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Если понимать оба вот эти высказывания буквально, то получается, конечно, что и сам Бог у нас такой, что одних любит, а других ненавидит. И нам заповедуют не почитать любить и любить самых близких своих людей, а ненавидеть их. Ну и абсурдность, конечно, такого толкования на лицо, как и абсурдность буквального толкования слов о том, что звать к себе в гости на ужин надо только тех, кто не отплатит тебе взаимным приглашением. Если вы помните, такие слова Ишуа. То есть во всех этих случаях авторы прибегают к приему контрастного сравнения, чтобы яснее донести свою мысль. Понятно, что Ишуа не запретил звать в гости тещу, так что если ваше нежелание приглашать ее на ужин объясняется этими его словами, то вы поняли его неправильно. Ишуа имел в виду, что нехорошо звать в гости исключительно тех, кто и нас самих позовет. Он также не имел в виду, что мы должны ненавидеть буквально своих родных и близких. Однако, что он да, имел в виду, что наша любовь к ним должна быть намного слабее нашей любви к нему. Так что разница между этими двумя видами любви будет такой же очевидной, как разница между ненавистью и любовью. То же самое с Яковом и Эсавом. Из них двоих Господь предпочел Якова. Предпочел и не более того. И вот это вторая и основная трудность, с которой нам необходимо разобраться. Почему Господь предпочел Якова? Ведь Господь сказал его матери о своем предпочтении еще до его рождения. Как пишется, когда ни он, ни его брат-близнец Эсав еще не сделали совершенно ничего, ни хорошего, ни плохого. Это за что же спрашивается? Выбран именно Яков. Ведь родился-то первым все-таки Эсав, хоть на пару минут. Но опередил. Разве не во власти Божьей рождение человека? Касалось бы, вот она, воля Божья. Что тут еще мудрить? Неужели и так не ясно, кого избрал Господь? И, конечно же, того, кто родился первым. Яков и Эсав — это вообще отдельная история, если читать книгу «Бытие» и история очень интересная. Но сейчас давайте вернемся к тому, что пишет о них Шауль. Он объясняет причину избрания Якова так. «Дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего». В переводе с терна эти слова звучат таким образом. «Чтобы Божий замысел осуществлялся по усмотрению самого Бога и зависел не от их дел, а от призывающего». То есть смысл такой. Бог избрал не тех, кто достоин быть избранным, а тех, кого сам захотел избрать, независимо от их достоинств или недостатков. Этот подход к избранию мы уже видели, когда говорили об избранности Израиля в целом, народа немногочисленного и упрямого. То есть по нашим понятиям недостойного избранности. И здесь он повторяется. Но если с Израилем его еще можно как-то проглотить, если подсластить пилюлю тем, что Израиль избран не ради самих себя, самого себя, а ради всего человечества, которому, собственно, и предназначено благословение Авраама. То есть здесь пилюля горши. Почему горши? О том, как все-таки ее проглотить, мы поговорим в следующей программе. Спасибо. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok